добрый день сегодня протестируем новую возможность программе fl прок а именно работа и сп модуля 8266 и аналогичных с облаком каскада клоуд возьмем dsp 07 данном случае то есть у меня он представлен вот такой модели но это не имеет значения в каком какой именно конкретно есть по какое было такое используем и так что но будет версии фл прок которую надеемся автор скоро времени выложить сейчас просто идет тщательное тестирование новых возможностей поэтому чисто в обзорных целях решил снять видео и так что добавилось сейчас мы посмотрим поподробнее тогда когда мы задаем коммуникации выбираем от bass wave что мы сейчас мы посмотрим что у нас здесь добавляется сейчас секундочку вот здесь мы выбрали каскада клоуд прям будет прописано в коммуникациях и себе каскада клоуд а затем кого идут как обычно настройки вот и себе каскада клоуд по умолчанию прописан уже айпи прописан порт ничего не нужно заполнять и прописан генерится вот этот идентификационный номер идентификационный номер есть п его можно скопировать выделить запомнить выписать потому что его придется еще писать как минимум в двух местах дальше все аналогично выбираем устройство коммуникации вай фай и в данном случае чисто для примера сделано одна сетевая переменная и управление индикатором джеки в 2 это светодиодиком вот простейший проект то есть данном случае сп выступает у нас как контроллер потому что есть еще режим работы и сп как моста и там тоже работает будет вас будет возможность соединяться с облаком но это отдельное видео сейчас мы рассмотрим вариант и сп как контроллера который может подключаться каскада клоуд и работать с удаленной каскады таким вот образом мы все создали коммуникацию модбас слоев каскада клоуд то есть вернее выбрали из списка то есть в том списке просто добавляется еще добавился на возможность каскада клоу и и нужно выбрать и здесь все автоматически уже прописано ничего как стать менять задавать не нужно и чисто для примера для демонстрации мы сделали вот такой проектик зашили его все штатным опять же образом и далее мы переходим на сайт облака на сайте облака мы задали ввели вот этот как раз идентификационный номер идентификационный номер вот в этой части справа я написано ключ слоев сюда мы его ввели когда создавали вот эту запись а здесь слева мы ввели идентификационный номер самой каску удаленной каскады ввели нажали кнопочку добавить и у нас образовался мост шлюз между двух устройств каскада и устройство есть п вот с таким номером мы видим что загорел зеленым связь пошла что именно теперь в проекте каскада делается опять же ничего нового давайте остановим я сейчас продемонстрирую как там сделано остановим меню три точки список редактирования устройств попаду или нет и вот сюда мы также опять же в ки а вот здесь у нас выбор сервера мы переходим и вот так как и нажимая кнопочку плюс мы добавляем каскада клоуд и в нем прописываем вот это опять же идентификационный номер есп этот номер прописываться на сайте в каскаде клоуд ну и и выбирается он из проекта в файл проге вот принципе он в двух местах прописываться самому файл проге он автомогенерируется автоматически все вот таким вот образом весь проект переходим на проект запускаем его вот и теперь пробуем нажать видите и смотрим на еспешку сейчас я так вот сделаю просто там сделан же инверсный выход поэтому он от 0 анод светодиода gpu 2 подключен к питанию поэтому когда 0 тонн светится если же мы нажимаем кнопку я его медичку он гаснет ну панал аналогичное сделал в проекте на каскаде вот видите они работают синхронно то есть идет управление еспешкой через облако и мы управляем работой еспешки ну собственно говоря что и требовалось и именно такое соединение обеспечил авторы фольк прога сергей и это будет такая возможность появится в скором времени версии фольк прог 601 аналогичным образом будет работать будет работать у нас и сп в качестве моста то есть если у вас есть контроллер ардуинка и вы хотите из пышку использовать не как контролировать только как для связи как мост то пожалуйста соответствующих настройках фольк прог то есть там мы будем выбирать уже не сейчас покажу вам выбирать не где у нас коммуникации ниже так раскроем пусть будем выбирать не вот именно не так это не то не то проекте открыл сейчас секундочку вот здесь будем выбирать не эти цепи каскада клоуд а мы там будем убирать создание моста и уже там будет возможность выбрать каскада клоуд ну просто это может быть я потом сделал отдельное видео когда данная версия появится официально на сайте тогда уже можно будет говорить о всех режимах работы пока еще раз говорю ведется тестирование данных возможностей проверяется надежность связи всевозможные тесты на этом пожалуй все спасибо